Здравствуй! Я очень рада встрече с тобой. Добро пожаловать в онлайн МИКТЕП. Тема сегодняшнего нашего урока – «Что мы едим?». Сегодня на уроке обучения грамоте ты узнаешь, какие продукты полезны для организма. Научишься выделять звуки в словах и различать их признаки. Предлагаю наш урок начать с девиза дружбы. Повторяй за мной. Мы дружные. Мы умные. Мы внимательные. Мы старательные. В первом классе учимся. Всё у нас получится. Ты уже обратил внимание, что у нас на уроке появились новые ученики? Знакомься. Это Аян. Аян живёт в Казахстане. Он пьёт айран и ест баурсаки. Это Таня. Таня живёт в России. Она ест блины. Это Джон. Джон живёт в США. Он любит сэндвичи. А теперь прочитай эти предложения ещё раз про себя. Молодец. Скажи, можно назвать эти предложения текстом? Верно. Ведь текст – это предложение, связанное между собой по смыслу. Текст можно озаглавить. У текста есть тема и главная мысль. Тема этого текста – национальные блюда разных народов. А главная мысль в том, что каждый народ любит свои национальные блюда. Но помни, пища должна быть вкусной и полезной. А что ты любишь есть на завтрак? Ты уже составил себе меню на завтрак. А как же мы озаглавим этот текст? Я предлагаю его так и озаглавить. Что мы едим на завтрак? Отлично. А мы продолжаем. Вспомни правило написания предложений и состав предложения про то, что ты ешь на завтрак. Обрати внимание, первое слово в предложении пишется с большой буквы. В конце предложения ставится точка. Сколько слов в этом предложении? Правильно. В этом предложении шесть слов. Попробуй составить по ним предложение. Ну, например, у меня получилось такое предложение. Я ем кашу и пью молоко. Отлично. Говорят, что еда человеку силы даёт. Давай в этом убедимся. Посмотри на слоги, написанные на экране. Прочитаем их. Щу, фрук, ка, ты, ша, мас, ло, вель. Ты уже догадался, что нужно сделать? Правильно. Составь из этих слогов слова, которые обозначают название продуктов. Ты готов? Начинай. Проверим. Посмотрим, у кого получилось слов больше. Читай. Щука, масло, каша, фрукты, щавель. Нашёл все слова? Отлично. А теперь слушай следующий вопрос. Назови слова, в которых есть шипящие звуки. Верно. Это слова щука, каша, щавель. Звуки ш и щ – это шипящие звуки. А ты знаешь правила написания гласных после шипящих? Тогда повтори. Сочетание чу и щу пишем только с буквой у. Сочетание ча и ща пишем только с буквой а. Верно. Прочитай предложение. Щи да каша – пища наша. Это поговорка. Она означает, что пища должна быть простой, но полезной для организма. А что такое щи? Щи – это первое блюдо из квашеной капусты. Это русское национальное блюдо. А теперь мы уже готовы к тому, чтобы ненадолго побыть поваром и приготовить одно национальное блюдо. Если плов готовить взялся, знай, известно всем давно. Вкусен плов хорошим мясом, рисом к зёрнышку зерно. Чтобы вышел плов на славу, положи в него приправу. Лук, чеснок, изюм, морковь впрок для плова приготовь. Запасись ещё терпением и старанием и умением. Так же, как и рисовод, так же, как и овцевод. И уж если, взявши ложку, принялся ты плов, хвалить. Должен их благодарить. Ну и повара немножко. Вот такое шуточное стихотворение про плов. Ты внимательно слушал? Тогда ответь на вопрос. Какие продукты нам понадобятся для того, чтобы приготовить вкусный плов? Правильно. Нам понадобится мясо, рис, морковь, лук, чеснок и приправы для аромата. Всё просто и полезно. А что же такое плов? Плов – это блюдо восточной кухни. Слово «плов» пришло в русский язык из тюркско-татарских языков, где оно звучит как пилав. Происхождение плова связывают с Индией и Персией, откуда он распространился по всей Азии. Вот откуда такое большое изобилие пряностей и приправ. Запомни, чтобы плов был вкусным и красивым, в нём должно быть много моркови. Прочитай слово «морковь» так, как оно пишется. Ты видишь, что слово пишется не так, как произносится. А что мы делаем с такими словами? Верно. Написание таких слов мы или проверяем, или запоминаем. Давай разберёмся. В слове «морковь» в первом слоге пишется безударная гласная О, а слышится звук А. Это слово нельзя проверить, поэтому написание безударной гласной мы должны запомнить. Также обрати внимание, что на конце слова произносится глухой звук Ф. А пишется парная звонкая согласная В с мягким знаком. Её можно проверить. Что морковь, но нет чего моркови. Слово «морковь» – это словарное слово. Запиши его в свой словарик. Оно начинается на букву М. Значит, ты его запишешь на страничку, где у тебя записаны слова на букву М. Ну и советую тебе запомнить, как пишется это слово на казахском и английском языке. Произнеси эти слова, употребляй их в своей речи. А теперь послушай внимательно вторую часть стихотворения. У меня ещё будут к тебе вопросы. Ты готов? Запасись ещё терпением И старанием И умением Так же, как и рисовод Так же, как и овцевод И уж если взявший ложку Принялся ты плов хвалить Должен их благодарить Ну и повара немножко Скажи, пожалуйста Люди каких профессий Помогают повару приготовить плов Чтобы нужные ему продукты Попали на его стол? Верно Это рисовод И овцевод Ты знаешь значение этих слов? Тогда слушай Рисовод Это тот, кто занимается разведением И выращиванием риса А овцевод Ну ты уже догадался Овцевод Это тот, кто профессионально занимается Разведением овец Обрати внимание на написание этих слов У них есть общая часть Вод Это корень Он так и обозначает В твоём словаре появились новые слова Обозначающие профессии людей Рисовод Рисовод Овцевод Ну а с профессией повара Ты уже знаком О нём мы говорили на прошлых наших уроках Мы с тобой отлично сегодня потрудились Давай вспомним и обобщим всё Что ты сегодня узнал Теперь ты знаешь Что пища должна быть вкусной и полезной Что завтрак очень важен для организма Ты познакомился с новыми профессиями И знаешь Что все профессии важны И все профессии нужны На примере новых слов Ты узнал Что не все слова пишутся так Как произносятся Запоминай написание этих слов Или применяй правила Вспомни и применяй правила Написания гласных после шипящих Это просто Но нужно потренироваться О том, что текст состоит из слов Связанных между собой по смыслу Ты уже знаешь Напиши новые предложения Которые мы сегодня разобрали В свою тетрадь Помни Писать нужно правильно и красиво Наш урок окончен Я желаю тебе успехов До свидания